Доброе утро, мои дорогие зрители! Вышла к вам поговорить чуть-чуть. Рада всех видеть, что вы ко мне заходите, пишите адекватные комментарии. Я вас обожаю. Спасибо вам, что помогаете семье из Анапы. Алексей написал благодарность всем вам, кто неравнодушен к этой теме. Семья Хитровых, я имею в виду. Поэтому я передаю вам всем большое спасибо. Так, о чем я хотела поговорить? Ну, конечно же, о Быковой. Что о ней говорить? Вчера вышла в стрим. И мне хочется сказать, о боже, случилось чудо. Сама спокойствие, сама прям вот благодать Господня. Ну, такая выдержанная, такая спокойная, такая уравновешенная. Ну, наверное, что-то было с Саньком. Женщина успокоилась. Мы, конечно, не будем гадать, но надеемся, что у них все получилось хорошо. Да, поэтому Оля успокоилась. Или из-за того, что сходила в церковь, наконец. Вот одно из двух. Или с мужиком переспала, или в церковь сходила. Ну, прям сама... Даже, вы понимаете, она вчера стрим вела, даже как бы особо оскоблений не было. Да, были там всякие негативы, но довольно-таки благочестивые. Вы знаете, я так посмотрела в перемотке в Быстрый, я не нашла такого, что как вот было накануне, вот эта надменность, наглость, хамство. Ну, конечно, она задела то, что вчера Маша выпустила ролик. Да. Старушку они там забанились, ее там видео убрали. Старушка-путешественница, как так называется канал, не знаю. Вот. Она об этом, конечно, сказала. Весь стрим Оли Быкова играла психолога, в учителя, в наставника. В чем это заключалось? Все на фриланс. Как Шервин говорил, все в сад, а у этой все на фриланс. Ничего вы не понимаете. Так, здрасте. Лошади тут скачут. Все в сад. Это быковское выражение. То есть... Ничего вы не понимаете. Надо срочно заняться фрилансом. Срочно. Все. Все идут учиться. Она даже несколько раз повторила, к кому идти учиться. Их деревня. Поэтому здесь сидим такие все бестолковые. Ничего мы не понимаем. Одна она. Очень умная. Опять развела тему, что хейтеры сказали, что это брат. Вот, Оля, ты все перепутала. Это твои подписчики считают, что это брат. Мы давно знаем, что это не брат. Все обзорщики знают, что это давно не брат. А брат это для твоей подписчиков, для твоих бабушек, для твоих хомяков, которые с ведрами на голове. Хотя ты считаешь, что у нас ведра на голове. Нет, мы все-таки видим, слышим, адекватно рассуждаем. Поэтому было сказано в их адрес. И я представляю, как все бабульки подорвались и пошли учиться фрилансу. Я-то не пойду учиться фрилансу. Даже если закроют YouTube. У меня есть работа, у меня есть пенсия, мне это не надо. Я сколько раз говорила, что все-таки YouTube для меня это больше хобби, развлечение. Да. Ну не будет этого, найдем другое хобби. Начнем опять вязать. В чем проблема? Поэтому насыщенный был. Ну были у нее там перлы. Я сейчас уже не буду вспоминать, что она там говорила. Но опять же, она всех, во-первых, как психолог. Она всех учит бежать от мужей. Что это ты не убежала, когда первый раз на развод подала, когда собаку-то он увез? Потому что ты прекрасно понимала, что с ним жить под одной крышей. Что-то ты не разбежалась, и денег не было тогда. Тогда канал не приносил такие доходы. Ты его напугала и ровно села на жопе. Забрала заявление. А теперь ты это преподносишь, что ты его пожалела. Да не пожалела ты, ты просто испугалась. А когда у тебя стала подушка безопасности, когда ты нашла хороших юристов, когда Маша Козлодоева с Андреем тебя поддержали, когда они тебе помогли, когда они тебе мозги на место вставили, когда они тебя подвели к этому, не ты, а тебя подвели, тебе все сделали, и у тебя была подушка безопасности, когда ты перевела дом на своих детей. Тогда ты смело пошла и развелась. И сначала ты смело его выгнала, а потом развелась. И не надо людям рассказывать, что бегите куда хотите. Ну ты-то первый раз что-то не побежала, а села ровно на попе. Даже ровно села на попе, когда у тебя был выкидыш, и когда ты сама жаловалась, что он вот такой секой. Ну то есть стрим был опять посвящен Жене Бе. В это время Жене Бе вел стрим. Это тоже вышел стрим. Ну семейка прямо на расстоянии. Женю Бе я смотреть не могу. Я посмотрела только половину. И то на быстрой перемотке. Очень нудно, очень скучно. И как всегда у него проблемы. Он не может сделать монетизацию. Только не из-за того, что у него все, код пришел, все пришел. Он очень долго рассказывал нудно. Что он не может оформить налоги. У него что-то не совпадает. Он чего-то не помнит. То ли аккаунт, как у него введено имя, или адрес, то ли еще что-то. Он видит деньги, как это видит око, то зуб не имет. Он бы и рад уже эти денежки-то себе. А у него что-то не получается. Ну значит сверху-то виднее. Почему это не получается? Другой бы уже все обоблазил, что ты же хороший хакер. У меня тоже не получалось. Но я нашла свою ошибку. Слава Богу, все получилось. Поэтому все очень весело у обоих. У Быкова и Санек, видно, уехал на вахту или к жене под бочок. Не знаю, куда он уехал. Быков. Опять то, что у него есть компромат на Ирину какой-то. Да. Что он там что-то снимал с детьми. Что-то я не поняла, что Липецкий будет его детей среди ночи. Полиция приезжает. Ну какая-то вот несуразица. Я не думаю, что до такой степени надо быть идиотами. Я так даже не считаю, что взрослые люди будут звонить ночью в полицию для того, чтобы полиция пришла и разбудила детей. Ну это глупо. Быков, ты поешь ту же самую песню, что поет твоя бывшая пассия. Да не поверю я в жизнь. И так я поняла, что детей он Ирине пока спокойно отдавать не хочет. Нет, не хочет. Поэтому будет все по-другому. Ну и наша Сосисовна. А, нет, я самое главное забыла сказать. Девочки, мальчики, флешмоб дал свои уроки. То есть свои плоды сладкие. У Быковой По списку Ютуба она была в группе Б+. А теперь она сползла просто Б. Это о чем говорит? Что просмотры у нее упали. Количество подписчиков у нее уменьшилось. То есть канал пополз вниз. Если мы продолжаем, то посмотрим, что будет дальше. Потому что очень хорошо он сполз. То есть с одной категории на ступеньку ниже опустился. Да. Несмотря, что у нее такое большое количество подписчиков. Просмотров нет. Значит и денежки упали. Значит она будет сидеть в стримах весь январь. И подписчики будут ей донатить. Вчера какая-то, извините, не знаю кто, напоследок стрима я уже включила в сам. Уже когда он кончился в записи, конец посмотрела, сколько она денег собрала. На последней минуте ей из рубежа пришло на ленту 100 долларов. Но собрала она практически двадцатку только на ленту. Да. Там 19 с чем-то тысяч. Ну и на карту. с карты я не верю ни грош. Потому что читать можно Татьяна Ивановна 100 рублей, Ирина Николаевна 100 рублей, там еще кто-то. Это может кто-то ей писать просто текстом. И она будет объявлять сколько там денег. А потом считать. Ну в общем там у нее было и на карте где-то порядка восьми тысяч. Да она давно собрала уже на работников, на зарплату. Ей теперь нужно собрать еще денежку. Ей же надо ездить по массажам. Везде это все платно, все дорого. Ну и про Сисус Сосисовну. Про ту говорить вообще нечего. Та все время несет какую-то околесицу. Даже неправильно поставленный кадр или еще что-то она его выставляет. Это вот неуважение к своим зрителям. Ну не понравилось, но удали ты его. Ты же закончила курсы фриланса. Ты же хорошо можешь зарабатывать и монтировать ролики свои. В чем проблема? Нет. Ну и ни о чем. В поезд сели, в поезде поели, в поезде проехали, все, приехали в Ростов. Ты уже обратно вернулась. Почему видишь, что ты только приехала в Ростов? Ни о чем. Как и все остальные. И говорить не о чем, и смотреть не о чем. Поэтому Сусальный вышел в стрим, ему скучно стало. Чем там дело закончится, не знаю, я еще посмотрю. Я только одну половину стрима Быкова посмотрела. Ну а наша барыня тоже вышла. Очень деньги нужны. И видно, политику поменял. Машка сказала, видно, что меняй политику, хватит хабалистой, давай будешь мягкой и пушистой. Все, мои дорогие, на этом все. Прощаюсь на сегодня. Будет желание, вечером выйду в стрим. Не знаю еще, как все ляжет. Всем сердечко. Субтитры сделал DimaTorzok